Букву А сверху вниз, палочка сверху вниз. Уютный кабинет и индивидуальный подход – залог успешной учебы. Семейный клуб Валерия Сватко открыла в 2012 году. Выбор на частный детский сад вполне случайно, ведь она по специальности педагог. Но ведение бизнес – это далеко не отдых душой. Это жесткая конкуренция, простое в летнее время, сложность с оплатой аренды. А это без малого 100 тысяч рублей в месяц. Меры господдержки предпринимателей пришлись как никогда кстати. Это позволило нам оформить заказ на кроватки на 8 мест деток. Затем на ресепшн находятся шкафчики для детей, это горшечницы, это постельное белье и так далее. То есть это большое подспорье, большая подмога. И, конечно же, ряд других выплат, опять же, такие как аренда. Оформлением документации на получение субсидий Валерия заниматься сама не стала. Боялась делать много ошибок, обратилась к коммерческому агенту. Это, конечно, облегчает задачу предпринимателю, но из субсидий можно сразу вычитать минимум 25%. А вот Анна Цветкова, владелица сети пекарен-кондитерских, документы собирала лично. За помощью обращалась в местную администрацию. Тем самым сэкономила деньги и сократила время сбора документов. В терапиях это все делали. Первый раз подали с кое-какими ошибками, но потом более глубже проконсультировались. И все очень быстро прошло. И такой под Новый год был приятный сюрприз. Что мы получили все-таки какое-то возмещение в производственных целях, в расширении нашего сэха. Субсидии в помощь среднему и малому бизнесу – это деньги, которые федеральные, региональные или местные власти на конкурсной основе выделяют на покупку оборудования, сырья или даже чего-то нематериального, например, патента. Одинцовский городской округ – лидер по количеству предпринимателей малого и среднего бизнеса в Подмосковье. Это порядка 22 тысяч. И к каждому администрации индивидуальный подход. Самый важный момент – то, что мы о всех условиях, о всех мерах поддержки готовы рассказывать на встречах со мной, на встречах с нашим управлением по инвестициям и поддержке малого и среднего предпринимательства, помогать собирать документы, рассказывать, какие часто встречаются ошибки при подаче документов. Ну, так сказать, доведение до результата для того, чтобы предприниматели получили данную субсидию, и чтобы данная субсидия им помогла дальше развиваться. В прошлом году на областном уровне получили субсидии 6 предприятий на общую сумму более 6 миллионов рублей, и 4 предприятия на муниципальном уровне – порядка 2,5 миллионов рублей. Конкурс проходит и в этом году. На областной подали заявки уже 11 предприятий на 18 миллионов. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.